Всем привет, с вами Гнуд, и сейчас я расскажу вам о такой благородной профессии, как археология. Все, что вы хотели знать об археологии, но стеснялись спросить. Два дня назад в WoW Classic вышел припатч, припатч катаклизма, и там появилась профессия археология, новая для Classic WoW профессия. Если вы играете в этот припатч, то вы должны быть заметили, что по всем материкам летают толпы людей, толпы без преувеличения, сотни, тысячи людей летают, и что-то копают. Все превратились в кладменов, ищут какие-то закладки, что-то все копаются. Возможно, вы тоже в числе этих людей, возможно, нет. Все дело как раз именно в этой археологии. Это выглядит странно на первый взгляд, потому что археология это не основная, а второстепенная профессия. То есть основных мы берем две, и они дают нам бонусы. А есть второстепенные, кулинария, рыбалка, и теперь археология. Что-то там еще есть. Первая помощь, вот. Вот, соответственно, археология не дает нам никаких бонусов. Соответственно, вопрос, а нахрена это все? Почему все эти люди летают? Они что, все так увлечены, я что-то не видел, чтобы тысячи людей рыбачили, или там еду готовили. Однако, вот, археологии все увлечены. Я могу назвать три причины, почему это так. Ну, во-первых, в припадче катаклизма не то, чтобы дофига занятий. Ну, ты за вечер разобрался с новыми там талантами, с полами, там, манекен побил. Можно, конечно, пока тщательно, но в целом, пока сам катаклизм не вышел, занятий немного. А тут археология хоть что-то новенькое. Второй момент, археология позволяет нам получить редкие игрушки, питомцы, маунты. То есть, это заинтересует коллекционеров. И эти игрушки, питомцы, маунты, никак иначе не получить только археологии. Ну, и третья причина, пожалуй, самая важная. С помощью археологии, как я уже говорил, она не дает нам бонусов, но, тем не менее, с помощью археологии можно получить эпики. Не какие попало, а новые эпики, новые катаклизмовские эпики на 85-й левел, 359-го айтем-левела. Это стартовый уровень первых эпиков катаклизма. Уже сейчас, при патче, играя на 80-м левеле, вы можете их получить. Да, вы не можете их сразу надеть, но вы положите ее себе в сумку, и как только вы докачаетесь, этот эпик уже будет ждать вас в сумке. Некоторые из этих эпиков очень даже крутые. Поэтому многие люди, как остервенилы, копают. Я тоже копаю уже, второй день как сумасшедший, как дурачок, копаю уже. Я с таким количеством времени и усилий, как я потратил, уже мог станцию метро выкопать, но, извините. Одну минуту. Так вот, третий день летаю, копаю, пока ни одного эпика не выкопал. Шанс очень маленький. У нас, например, большинство людей в гильдии первые два дня тоже летали, копали, и пока только двое из них раскопали себе какие-то эпики. Шанс небольшой, но он есть. Есть, но он небольшой. Итак, как вообще заниматься археологией, где ее брать, что там делать? Давайте я это объясню с самого начала. Ну, вначале нам нужно выучить профессию. Профессию мы можем выучить в столице. У Орды это Аргримар, у Альянса это Штурмград. В Штурмграде это у нас... Сейчас, секунду. Найдем этот Штурмград. Штурмграды это где-то в библиотеке, по-моему, вот здесь Харрисон Джонс обучает. А в Аргримаре в главном здании, в центральном здании. Вот прямо здесь, в центре, учителя археологии. Кроме того, учили археологию в центральных городах, в Шатрате Долоране, ну где они там находятся, я не помню. В общем, там спросите, найдете. Приходите, учите профессию и все. Для археологии не нужны никакие специальные инструменты. Например, для манника вам нужна кирка, для скиннинга вам нужна нож, для рыбалки нужна лодочка. Ничего не надо для археологии, только седьмая профессия, ничего с собой таскать не надо. И место в сумке она не занимает, очень удобно. После того, как вы выучили археологию тренера, вы нажимаете кнопку М и смотрите на карте. Вы ищите на карте вот такие лопатки. На каждом материке будет ровно всегда 4 лопатки. Вот раз, два, три лопатки, 4 лопатки здесь. И здесь тоже 4 лопатки. Раз, два, три и вот рядом прям четвертый. На любом материке всегда 4 лопатки. Это места раскопок. Как только вы одно место раскопок раскапываете до конца, тут же в другом месте в рандомном появляется новое место раскопок. Она может появиться, используется совсем рядом. Может далеко. В общем, археология предполагает много полетов. Пока у вас нет лаймаунта, то в принципе неудобно этим заниматься. Хотя я видел, люди на земном маунте ездят, занимаются. Выбираете ближайшее место раскопок и к нему летите. Когда вы откроете уже собственно карту зоны, возле будет отмечено место раскопок. Вам нужно в него прибыть. После этого вы открываете список своих профессий и у вас в археологии будет кнопка КОПАТЬ. Ну, она называется ИССЛЕДОВАТЬ. По сути, КОПАТЬ. Можно сразу нахватки и вытащить, чтобы было удобнее. КОПАТЬ вы будете очень много. Вы приезжаете в эту зону и копаете в любом месте. Абсолютно случайном месте. Перед нами появляется Теодолит. Здесь не очень хорошо видно. Я вот так вот сейчас на камере покажу, чтобы вы разглядели. У него есть два элемента. Первый элемент это фонарик. Рядом с Теодолитом стоит лампочка. Лампочка может быть трех цветов. Зеленая, желтая и красная. Как все такое. Она показывает нам примерно расстояние до клада. Если лампочка горит зеленым, значит клад где-то близко. Это метров 20-30. Если лампочка горит желтым, то среднее расстояние это 40-60 метров. Если красный, то надо лететь далеко, но в пределах вот этой зоны раскопок. Второй элемент это направление Теодолитова. Это как труба, как подзорная. Она смотрит в какую-то сторону. Она вот широкая часть трубы, она более широкая. Она показывает нам вот куда направлено. Нам нужно смотреть туда, куда направлена широкая часть трубы. Но она показывает нам не точное направление, мол, вот точно там. Она показывает нам конус. Довольно широкий. Примерно вот такой конус она показывает. Не точно. В любом месте этого конуса может быть клад. Таким образом она показывает. Мы примерно видим расстояние. Примерно видим направление. Давайте я покажу, как это работает. Будет даже проще, чем словами объяснить. Итак, ставим обратно наш Теодолит. Он стоит несколько секунд. так нам нужно идти примерно туда метров на 40 давайте так сделаем немножко перелетели снова ставим не очень маленький куда он зеленый еще мигает мигая значит вообще капец близко прям почти тут еще несколько шагов сделали и вот мы нашли наш клад он здесь лежит он нас ждет просто кликаем по нему и он собирается он не занимает места в сумке после этого мы продолжаем копать каждое место раскопок содержуя себя всегда ровно три вот таких кучки как мы выкопали пока вы все три не выкопаете это место раскопок не переместиться не исчезнет не переместится как только третье у выкапывать и тут же она появляется в другом каком-то месте вот и мы копаем 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 потом мы опять же открываем наши профессии и открываем собственно сам саму профессию археологии видим вот такой экран мы видим здесь 10 разных рас на текущей стадии игры в катаклизме 10 разных раз которые можно копать разные места раскопа принадлежат разным разом например здесь тусуются эльфы знаешь здесь копаются физки артефакты здесь тролли здесь горку здесь файкулы и каждый артефакт и у каждой семействе имеют свои уникальные штуки вот эту кучку что мы выкопали она дает нам немножко немножко кусочков артефактов например но вот за три раскопки можем выкопать там штук 15-27 если повезет кусочков эти кусочки спавятся в артефакты когда мы их накопим достаточное количество вот например мне нужно собрать три сокаменелости сейчас у меня шесть пока не соберу я ничего сделать не могу а вот ночных эльфов я уже немножко накопал специально подкопал перед роликом чтобы показать вам вот мы можем собрать вот такую штуковину осколки тратятся кто-то штуковину мы получаем в сумку она серого качества большинство вещей которые вы раскапываете собираетесь помощью археологии серые предметы серого качества для чего не нужны ни для чего они не нужны они вообще никакого смысла только не имеет это просто мусор чтобы занять вас и развлечь он сдается вендору никакого и нет применения просто продаете его вендору какие-то совсем дешевые там по 1-2 голды какие-то будут подороже 5 10 20 голды вот по 100 голды ну в общем можно чуть-чуть позаработать но все равно по затратам времени это очень невыгодно нас это не очень интересует нас интересуют редкие проки давайте прежде чем перейдем к редким проком сразу хочу я говорю один ньюанс чтобы потом к нему не возвращаться вы когда такой первый раз далее археологии качать и и вы начали только копаете и не собираете почему потому что пока уж профессия не прокачалось до уровня 50 ну 50 это очень мало понимаете да вы за сом факт копания вот просто копаете у вас профессия качается и когда вы собираете профессия качается но вот когда вы приварите за 250 за копание вы больше не будете а петь профессию только за собирательство, поэтому вначале выгоднее копать, пока у вас профессия не кончается на 50, потом собирать, так вы чуть быстрее прокачаете профессию, невелика разница, но тем не менее. Так вот, перейдем к артефактам, которые можно выкопать, у меня есть специальный аддон, minimal archaeology, я не уверен, что это лучший аддон для археологии, чтобы это утверждать, нужно попробовать все аддоны и сравнить их, я в какой-то первопопавшийся поставил, в принципе, нормально, если у вас есть аддон получше, если вы можете посоветовать, напишите в коммент, какой аддон лучше, вот minimal archaeology, нажимаем по иконке аддона возле карты, появляется такое микроокошко и нажимаем вот эту кнопку open history рядом с крестиком, и вот тут уже интереснее, здесь видите, тоже раса, например, меня интересуют артефакты дворфов, у дворфов дофига мусора серого, все это серый мусор, который вы можете выкопать, и серый мусор вы можете выкопать повторно, зеленый то, что уже выкопал, серый то, что еще нет. Вот это рарки, заводной гном, игрушка, я уже, это спутник, я уже выкопал, дочь трактирщика, игрушка, камень, я еще не выкопал, чашу королей выкопал, а также, обратите внимание, посох 359 левела, кастерский, без спирита, крутой, крутой посох на кастерах, есть шанс выкопать уже сейчас. Это нам показывает аддон, сама профессия, не предполагая, чтобы заранее знать весь список, чисто, чисто наугад копать, с аддоном это все видно, поэтому он и удобен. Вот, например, другая раса окаменелости, тоже дофига мусора тут накопал, миллион мусора, просто тонны мусора, я уже с ума схожу, у меня глаз держится, это археология, выкопал себе ископаемое ящера, довольно редкая штука, но я бы хотел, конечно, щит, собственно, ради щита я икопаю, выкопал ящера, но могу ездить на ящере, щита пока, к сожалению, нет, выкопал еще ископаемое детеныша, древний антарий выкопал, и также по всем профессиям вы можете посмотреть, например, все хиллеры охотятся за любимой куклой, это крайне крутой тринкет на старте контент, возможно, он будет бис на протяжении всего первого тира контента до огненных просторов, поэтому все хиллеры, как проклятый копать, все это куклы через найт эльфов, очень-очень ее хотят, что-то еще интересного есть, еще есть тролли, у троллей и зенрок, все, кто носит двуручи, ДК, ретрики, воины, очень хотят себе зенрок, поэтому копают троллей, и сейчас доступны 9 раз из 10, а когда уже сам катаклизм откроется, у нас откроется новая локация, Толвир, и там можно будет копать Толвиров, там тоже эпик кольцо кастерское, лапка какая-то, вот, скиптер азакир, это киражский ультрамариновый боевой танк, меч одноручный, и посох тоже со спиритом, ну, в общем, эпики жирные, но это вы сможете копать уже после выхода катаклизм, когда будет чем заняться, все остальное можно копать уже сейчас, как это вообще, как быстро это получается, как я уже сказал, большинство того, что вы копаете, вам выпадает серый мусор, который вы сдаете вендор, вы надеетесь, что вам в какой-то момент прокнет либо рарк, либо эпик, но это рандомно, как повезет, есть две различные теории, как это работает, теория первая, вот есть список рарок, и есть список мусора, и когда вам попадает раскопка следующего артефакта, обычно вам прокает мусор, но иногда прокает рарка, и вот вы выкопали плохую рарку, но это ничего страшного, потому что рарки все и эпики не выкапываются повторно, один раз выкопал, и все, больше нам никогда не выпадет, выкопали одну ненужную рарку, пособирали мусор, и выкопали другую ненужную рарку, и вот так исключая ненужные рарки, вы рано или поздно, даже если вам очень не везет, у вас останется один нужный эпик или рарка, и когда в следующий раз упадет рарка, вы ее выкопаете. Это первая теория. Есть вторая, противоположная теория, о том, что у каждого отдельного эпик или рарки свой отдельный шанс выпадения, и если вы будете выкапывать ненужные рарки, вы не повышаете таким образом шанс потом выпадения нужной рарки, а просто будете чаще мусор копать. Я не знаю, какая из этих теорий правильная, я не знаю, какая из них работает, я пока только до цент по археологии, у меня официальный диплом от Blizzard, но если вы точно знаете, какая система из этих двух верна, или может какая-то другая, то можете тоже написать в комментах. В общем, профессия простая, как пять копеек, она скучная, капец, она мерзотная, ты копаешь, эту трубу часто плохо видно, в темных локациях плохо видно, в траве плохо видно, еще иногда там ганкают, большинство людей мирно копают там Орда Альянс, но иногда ганкают, господи, это так тошнотно, но если вам нечем заняться, если вы как-то медитативное настроение, под сериальчик, под музыку можно покопать, или если вам прям кровь бизнесу нужен эпик, дуручка, или тринкет, или что-то еще, то тоже можно копать. Собственно, это весь гайд по археологии, профессия не такая глубокая, это, собственно, все, что я вам рассказать. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Пока. А сейчас минутка саморекламы. Если вы играете в катаклизм, или только планируете играть, я приглашаю вас в нашу гильдию. Мы играем на Пламегоре, мы играем за Орду, наша гильдия называется Класс Коррекции, и мы приглашаем всех желающих от полных казуалов до полных задротов. Казуалы найдут у нас компанию, чатик, дискорд и все такое, мощные крутые рейдеры найдут у нас возможность круто порейдить нашей компании. Более подробно написано в посте в дискорде, я оставлю под этим роликом ссылку внизу. Если вы заинтересованы в поиске гильдии, приглашаю вас к нам, приходите. А я напоминаю, что помимо роликов на ютюбе, я также веду стримы на ВК Play Live и на Трово. Там мы играем в игры, смотрим фильмы, мультфильмы, сериалы, ну и всякое такое. Ссылки под роликом.